Здравствуйте, товарищи! Самое частое сейчас слово, которое слышишь в международных комментариях, это слово «диалог». Москва выступает за диалог, Вашингтон говорит, что тоже за диалог. Официальная реакция в американской столице на ответы Юрия Владимировича Андропова на вопросы газеты «Правда» была подчеркнута оптимистической. Белый дом сообщил, что приветствует тот факт, что, цитирую, «советы тоже за диалог». И это словечко тоже очень хитрое, как бы намекающее, что советы упирались, а теперь вот тоже за диалог. С Нового года, надо сказать, в Вашингтоне внешне сменили гнев на милость. В новогоднем интервью президент обещал не повторять больше в наш адрес резких выражений, вроде пресловутого «средоточие зла». И действительно, его речь 16 января, его послание Конгресса о положении страны 25 января, в некоторых своих частях походили на упражнения в изящной словесности. Итак, все нынче за диалог. Но что же мешает его начинать? Наверное, загвоздка в разном толковании самого содержания этого слова. Советский Союз за честный диалог по существу и на равных. Рассмотрим американское отношение к этим трем слагаемым. Итак, первая слагаемая честность. В Вашингтоне никто и не вспоминает сейчас, что когда нынешняя администрация пришла к власти в январе 81-го года, то вскоре в феврале с авторитетной трибуны 26-го съезда КПСС прозвучало приглашение ей к диалогу на всех уровнях. Так что не надо деланно радоваться, что советы тоже за диалог. Советы с самого начала были за диалог. Но как раз Вашингтон не был к нему тогда готов. Вашингтон занялся тогда оскорбительной риторикой в наш адрес. Теперь Рейган говорит, что больше не будет. Вот под Новый год он дал такое объяснение. Он сказал, что он уже сказал, что он про нас думает, и повторять нет надобности. 22 января в интервью газете Вашингтон-Пост Рейган дал еще одно объяснение. На этот раз он сказал, что я не ругал русских, я просто цитировал их самих, когда говорил о лжи и обмане и тому подобных вещах. Вспомните известные слова Ленина о том, что договоры, похожие на корку пирога, их непременно ломают. Надо сказать, Рейган не в первый раз обращается к Ленину, которого он, конечно же, не читал. Как-то Рейган говорил о зловещих десяти заповедях, и пришлось его помощникам потом листать все этого полного собрания сочинения Ленина, но, разумеется, никаких таких заповедей обнаружено не было. А теперь о пироге и его корке. В порядке показа анатомии фальсификации. Есть такая английская пословица. Обещание, похоже на корку пирога, ее готовят, чтобы ее сломать. И Ленин упомянул эту пословицу, упомянул в статье «Либералы и земельный вопрос в Англии». Упомянул при оценке обещаний реформ, обещаний, которые раздавали английские либералы. Конкретный контекст, критика буржуазных политиков, щедрых на обещания. И если уж применять вновь эту пословицу, то, пожалуйста, можно к обещаниям кандидата Рейгана сократить бюджетный дефицит и к другим его обещаниям, действительно разделившим судьбу корки, пирога и спословиц. Этот эпизод имеет прямое отношение к нашей теме о честности. Вашингтон должен эту честность показать. Теперь о втором слагаемом диалоге. Он должен быть по существу. Но ведь слова президента о конструктивном диалоге произносятся в каком-то вакууме, без необходимого дополнения, которое бы наполняло содержанием сам вот этот эпитет конструктивный. Тут хорошо сказал Денис Хилли, бывший либерийский министр. Он сказал, если Рейган хочет, чтобы Россия встретила его на полпути, он должен сказать, куда он собирается направиться. Вашингтон ведь не принимает к обсуждению предлагаемые Москвой темы замораживания ядерных вооружений, неприменения первыми ядерного оружия, да и все остальные темы. Наконец, третье слагаемое. Диалог должен идти на равных. Тут полезно послушать, как Рейган объясняет свою эволюцию от первоначального негативизма к нынешнему энтузиазму. Он говорит, что три года назад Америка была, дескать, слабой. Он так говорит, наша великая страна стояла, как парализованная. Было не до диалога. Зато теперь, благодаря его усилиям, Америка воспряла духом. В том числе, как говорит президент, в вооруженных силах резко повысился боевой дух. Его лозунг сейчас Америка распрямилась во весь рост. Теперь Америка готова вести переговоры, его слова Рейгана, с позицией силы и в духе доброй воли. Насчет доброй воли ясно, а при доброй воле цитаты не передергивают. А вот насчет позиций силы, в общем, тоже ясно. Такая позиция подрывает само понятие диалога. Вот открываем, скажем, английский словарь Вебстер, там разъясняется, что это слово означает обсуждение. Открываем словарь русского языка, там объясняется, что диалог – это разговор. То есть в разъяснениях и тут, и там подразумевается равенство участников беседы. Позиция и силы годится не для диалога, а для диктата. Но диктат не годится для Советского Союза. Похоже, администрацию привлекает не диалог, а видимость диалога. Занявшись сейчас диалогопоклонничеством, она думает не о переговорах, а о самовоспроизводстве еще на 4 года, учитывая настроение избирателей. Оказывается, оголтелый антисоветизм политически невыгоден. Это может быть единственный полезный итог трех лет правления Рейгана. Трехлетний юбилей отмечался как раз на днях. И юбиляр по этому случаю выступил сам и подчеркнул, что к 80-м годам американская национальная безопасность была сильно подорвана, а вот сейчас он ее укрепил. Все это уже было. Вернее, было – не было. Вот у президента Эйзенхауэра было отставание по бомбардировщикам. На самом-то деле его не было. У президента Кеннеди было отставание по ракетам. На самом-то деле никого отставания не было. Возможны варианты. И они были при других президентах. При Рейгане заговорили об окне уязвимости, а потом махнув рукой об отставании по всем статьям. Так что 40-й президент выступает эпигоном 33-го и последующих президентов. Вернемся к первоистокам. Америка чтит память павших в двустах ее войнах. Все это были, за двумя исключениями, войны на чужих территориях. Экскурсия по Арлингтонскому национальному кладбищу занимает целый час. Гид объясняет. В половине всех могил покоятся герои войн в Корее и Вьетнаме. Американцы, павшие в борьбе против коммунизма. В Арлингтоне похоронен также человек, которому эта борьба стоила жизни в мирное время. Кстати, его бюст воздвигнут на почетном месте в здании Пентагона. А надпись на могильной плите гласит «Джеймс Форестол, министр обороны Соединенных Штатов». Он был министром обороны в 1947-1949 годах. А вот военно-морской госпиталь под Вашингтоном. Привилегированная больница для высших правительственных лиц, включая президента. Здесь умер Джеймс Форестол. В 1947 году, спустя два года после окончания войны, этот министр разрабатывает план «Дропшот» в переводе «Теннисный укороченный удар» – план близ Крига против Советского Союза. Нация считала Форестол, это одобрит. Надо только ее основательно напугать, напугать коммунистами, которые угрожают Америке. Форестол напугал до смерти самого себя. Он сошел с ума и бегал с криком «Русские идут по улицам». В одно майское воскресенье он бросился вниз с 16-го этажа больницы. Но яд остался. Если бы ведущий политический деятель сказал вам сегодня, русские хотят напасть на США, приняли бы вы его за сумасшедшего или за разумного человека? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что с русскими все очень сложно. Сожалею. Считаете ли вы возможным, что русские нападут на США? Да, это возможно. Я думаю, если он верит, что предстоит нападение, то он, наверное, прав. Безумцы, сказал бы я, если бы мог решать. Безумцы. Почему? Я думаю, нынешнее правительство хотело бы, чтобы люди поверили в этот бред. Но это никому не принесет пользы. Больной Форестол говорил одному другу. Боб, русский уже здесь. 21 января 1981 года 40-й президент Соединенных Штатов основывает свою правительственную программу на безумных идеях Джеймса Форестола. Он говорит, мой долг как президента состоит в том, чтобы настоятельно рекомендовать срочное увеличение военного бюджета на ближайшие годы. Провозглашается программа перевооружения Америки. Цель – добиться стратегического превосходства. В производство запускаются новые системы ядерного оружия. Атомная подводная лодка «Огайо». Она несет 24 ядерные ракеты. Стратегический бомбардировщик «Б-1». Он несет 32 крылатые ракеты. Стратегическая ракета «Эмекс». У нее 10 боеголовок. «Першинг-2». Их уже размещают в Европе. И, наконец, крылатые ракеты. Новую стратегию, оправдывающую подобное перевооружение, Пентагон представил летом 1982 года, уничтожающий удары по политическому и военному руководству Советского Союза. Концепция обезглавливания. Пентагон представил также в который раз и обоснование для новой стратегии. Брошюра «Советская военная мощь». Каждая из ста ее страниц кричит о советском военном превосходстве во всех областях. Напуганный американец узнает, что его страна стоит незащищенная перед лицом вооруженного до зубов и готового к нападению великана. Автор сценария – режиссер, министр обороны Каспар Уайнбергер. Гамбургский журнал «Штерн» писал, что Уайнбергер неплохо осуществил постановку. Он не очень и наврал, писал журнал. Он скорее кое-что опустил. В брошюре не сказано ни слова о военной мощи Соединенных Штатов. Ни слова, например, о полутора тысячах военных баз Соединенных Штатов за границей, с которых на Советский Союз нацелены 12 тысяч ядерных ракет. Попадание здесь – это не в молоко, это места расположения американских военных баз. Чуть позже Министерство обороны Советского Союза опубликовало свою брошюру «Откуда исходит угроза миру». Она напоминает о высказываниях разных министров обороны Соединенных Штатов насчет того, что существует примерное стратегическое равновесие сил. И она уточняет опущенные детали пентагоновской брошюры. Приведем только один пример. Красный контур – это по американской брошюре площадь советского комплекса по производству танков в Нижнем Тагиле. Два прямоугольника – комплексы по производству танков в Агайе в Мичигане, самый маленький в Соединенных Штатах. В американской брошюре отсутствует комплекс в Детройте, один из крупнейших. Здесь он обозначен вот таким синим многоугольником. Пентагон его опустил. Советская угроза. Русские идут. Это началось даже до Форестола, 5 марта 1946 года, в небольшом городке Фултоне в штате Миссури. Уинстон Черчилль, совершивший по приглашению президента Трумэна поездку в Соединенные Штаты, произнес там речь, в которой от имени Запада провозгласил начало холодной войны и крестового похода против Советского Союза. Аудитория аплодировала оратору. Коротко о главном в двухчасовой речи. Теперь, сказал оратор, после Гитлера нам снова угрожает старый естественный враг коммунизма. Надо обогнать его, нанести атомный удар, пока еще только Запад обладает этим оружием. В 45-м году Соединенные Штаты имеют две атомные бомбы. В 48-м году 100 бомб. В 49-м году уже больше тысячи бомб. Эти солдаты умрут от рака и лейкемии. Они не знали, что Пентагон использовал их в качестве подопытных кроликов. Это очередные жертвы стремления Соединенных Штатов к военному превосходству, к способности нанести безнаказанный первый удар. В 45-м году Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Это преступление Вашингтон рассматривал, рассматривал, как дубинку против русских. Советский Союз, которому угрожала смертельная опасность, вынужден был в кратчайший срок создать свое собственное атомное оружие. Это произошло четырьмя годами позднее. В 53-м году у Соединенных Штатов новое оружие, которое должно сделать возможным ядерное нападение, стратегические бомбардировщики. Советский Союз снова вынужден ответить в 57-м году созданием собственных бомбардировщиков дальнего действия. В 2010-м году Соединенные Штаты демонстрируют новое оружие, межконтинентальные ракеты с кассетными головными частями индивидуального наведения. Советский Союз отвечает пятью годами позже. Каждый раз именно Соединенные Штаты были зачинщиком в новом витке гонки вооружений. Каждый раз Советский Союз принимал адекватные ответные меры. Но Советский Союз также предлагал, давайте скажем, стоп гонки вооружений. Например, конкретно, не будем создавать кассетные боеголовки. Соединенные Штаты отвечали отказом. Им вновь кружила голову иллюзия технологического превосходства. А через несколько лет они обнаружили, что эти кассетные боеголовки сделали Америку полеуязвимой, и поскольку появились и у другой страны. Советский Союз также предлагает не начинать гонки вооружений в новых областях, не начинать ее в космосе. 1 сентября 1982 года в Шейенских горах в Колорадо, буквально в горах внутри, начало свою деятельность новое космическое командование Американских военно-воздушных сил. В апреле 1981 года сортовал космический корабль многоразового пользования «Шаттл». А вот последние новости из космоса американского. Соединенные Штаты испытали противоспутнику и ракету воздушного базирования. Президент в послании о положении страны поставил задачу создать орбитальную станцию. И он же подписал специальную космическую директиву Совета национальной безопасности. Но спустимся на землю. Еще один штрих к портрету министра обороны Соединенных Штатов. Во время своего рабочего визита в Западную Германию он сказал, будет намного эффективнее, если защищать Калифорнию не из штата Орегон, а из Новой Гвинеи. В предместе Лос-Анджелеса живет друг министра. Самуэль Коэн изобрел два вида оружия для Европы. Сначала в нейтронную бомбу, а в 82-м году гамма-оружие, которое облучает пространство, превращая все вокруг в безжизненную пустыню. Как вы думаете, будет война? Да, как бы ужасно это возможно не звучало, я думаю, будет. Я считаю, это заложено в натуре человека, воевать. Войны были всегда, особенно в Европе. Вы довольно часто упоминаете Европу. Потому что европейцы имеют несчастье граничить с советским блоком. Это значит, что угроза на суше существует для Европы, а не для нас. Между нами океан. В десятках тысяч километров от Лос-Анджелеса, на территории Западной Германии, в земле Гессен, находится небольшой городок Хаттенбах. Он имеет несчастье находиться по ту сторону океана. Летом 81-го года жители Хаттенбаха увидели вдруг свой городок по телевизору. Это были отрывки из учебного фильма «Вооруженных сил Соединенных Штатов». Здесь могла бы начаться Третья мировая война. Дорога Фульда-Зенке – традиционный путь вторжения из Восточной Германии в Западную. Здесь, в ста километрах от чешской границы, проходят маневры армии США. Если это соединение получит приказ ввести в действие першинги, у него будет ровно семь минут, чтобы подготовить оружие к запуску. Эта игра у ящика с песком выглядит довольно безобидно, пока не становится ясно, что речь идет о макете настоящего города. И это Хаттенбах, расположенный приблизительно в 30 километрах от границ ГДР. На военной карте Хаттенбах обозначен как пункт ноль. В пункте ноль при взрыве бомбы в 10 килотонн будет температура более 7 тысяч градусов по Форенгейту. Вокруг пункта ноль ничего не останется. Все будет буквально развеяно. Никакого населенного пункта, только кучи развалин среди ровной пустыни. Жителям Хаттенбаха стоило большого труда достать копию фильма. Его один раз показали, а потом он бесследно исчез. Говорит бывший бургомистр Хаттенбаха. Как долго вы были здесь бургомистром? 20 лет. В какое время? С 1945 по 1965 год. Хаттенбах пережил две войны. Наверное, многие не вернулись. В Хаттенбахе погибли 65 молодых мужчин и юношей. Вы лично тоже пострадали? Мой единственный сын погиб. Сколько ему было тогда лет? 19. Вы как-то действуете, чтобы подобное не повторилось? Да, я пытаюсь убедить своих сограждан выступить против войны и всех этих безумных расходов. Я думаю не о себе. Я думаю о моем внуке, о моих потомках и правнуках. И я хочу избавить их от того, что я сам пережил. Надо бороться против тех людей, которые пропагандируют войну. Пусть даже и не в открытую, но все равно пропагандируют. Довольно долго многие американцы верили тому, на что деланно жаловались их президенты, что будто бы существует отставание в вооружении, что есть угроза с Востока. В течение десятков лет они послушно платили все больше, взяв все большее количество оружия. Но сейчас, можно сказать, происходит национальное пробуждение. Бенджамин Спок, детский врач с мировым именем, говорит. Это история про страшного дядю, когда наши политики говорят людям, русские хотят мирового господства. Сами себя выставляют дураками, изображая Советский Союз в виде десятиглавого чудовища. В психиатрии это называется паранойя. Мы хорошие, мы неправдоподобно хорошие, а они злые мальчики. Паранойя чаще всего попадает в большие затруднения, так как он неправильно оценивает действительность. Доктор Спок лечит американских детей, а не американских политиков. Но его экскурс из педиатрии в психиатрию наводит на невеселые размышления насчет роли паранойи в политике, которая могла бы быть изучена и полнее, начиная с казуса с Форестолом. Классовая ненависть плюс интересы военных монополий ведут к умышленной лжи, а она уже отравляет самого лжеца, почти убеждает ее в том, что ему противостоит зло, преисполненное из самых темных замыслов. И вот уже опасения худшего находят густым туманом на все общество. Помните ответ американцев в начале передачи на вопрос о том, реально ли советская угроза. Это когда нет доверия. Как его укрепить? Это сложный вопрос.